Быки являются не только могучими и крупными животными, но и достаточно своенравными. Именно поэтому усмирять их и командовать ими бывает порой очень непросто. Достаточно сложно бывает даже загнать быка в стойло, ведь он может попросту становиться на месте или того хуже, разозлиться и накинуться на человека. Давно замечено, что у быка имеется несколько точек на теле, в которых наблюдается повышенная болевая чувствительность. Помимо ушей и глаз, такой точкой является нос. Именно поэтому довольно часто перегородка между ноздрями животного используется для крепления специального кольца, при помощи которого удается легко управлять этим мощным великаном. Кольцо в носу быка называлось септум, что в переводе с английского означает перегородка. Название связано с тем, что пюрисинг-быку производится посредством прокола именно центральной носовой перегородки между ноздрями. Чаще всего процедура кольцевания быка проводится в возрасте 1 года, делается это ветеринаром. После прокола кольцо не следует трогать примерно 8-10 дней, после чего рано практически заживают. Теперь это мощное непредсказуемое животное всегда будет под вашим контролем, для чего достаточно потянуть за кольцом, и причиненная боль заставит быка следовать за вами в нужном направлении. Возможно, этот способ можно назвать негуманным, но по-другому справиться с этим грозным животным не удастся. Помимо быков кольцеванию подвергаются свиньи, но если быков кольцуют для послушания, то свиней для того, чтобы они не рыли носом землю. Также нередко кольца клипсы вставляют телятам, чтобы быстрее отучить их от коровы. В таком случае прокол в носовой перегородке не требуется. Кольцо оснащено специальными шипами и при необходимости может быть в любой момент снято. На этом все, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вас ждет много интересных видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!